Портал fb.ru нашел интересное рассуждение о жадности российских актеров. Большие деньги, как известно, могут испортить человека, но как заоблачные гонорары влияют на актеров? Хочу поделиться с вами мыслями одного актера и обсудить очень интересный этический момент. Данное видео не должно расцениваться вами как приступ зависти автора к более успешным коллегам по цеху. Это лишь мысли касательно денежного вопроса, основанного на личном опыте актера. Начинающему актеру очень трудно пробиться в мир большого кино и театра. Молодые зеленые артисты готовы сниматься в чем угодно и за любые копейки, но стоит попасть в обойму, как появляется избирательность и в проекты сомнительного качества попадать уже не хочется. Ну а последний этап в становлении звезды это уровень гонорара. Когда ты получаешь по несколько тысяч долларов за смену, на меньшие многие не соглашаются. И именно в этом заключена огромная проблема. Когда автор снялся в нескольких сериалах не самого плохого качества, у него появился свой агент. Он думал, что карьера пойдет вверх стремительным темпом и богатство не за горами. Агент отправлял его на различные кинопробы, а при положительном результате обсуждали гонорар. Он твердо решил, что меньше 300 долларов за смену он получать не будет и отказывался от хороших проектов. Однажды он прочитал замечательный сценарий и мечтал сняться, но денег у студии было мало. Он отказался, скрипя сердцем, а потом понял, что совершил огромную ошибку. Кино получилось невероятным. С тех пор он дал себе слово читать сценарий и сниматься, конечно, если утвердят в интересных проектах и не важно, сколько за это заплатят. Но тогда он думал о деньгах и забыл про искусство. Я могу назвать это только жадностью и никак иначе. В глазах доллары и все. Человек давно забыл про то чувство, но поговорил со своим однокурсником по театральному. Он сказал, что его пригласили в интересный проект, но денег мало и он отказался. Мол, не стоит игра свечи, а как же интересы задел на будущее, спросил автор. Нет денег? Нет и интереса, был ответ. Портал fb.ru нашел еще одну историю, которая подходит на эту тему. Один режиссер снимал кино за небольшие деньги. Он писал сценарий сам и хотел на одну из ролей пригласить Михаила Пореченкова. Кое-как уговорил его на гонорар в три раза меньше обычного. А потом агенты Михаила позвонили и отказали, объясняя это тем, что нашелся проект интереснее и по деньгам тоже. Как оказалось, это была череда рекламных роликов. И вот вопрос, стоит ли даже состоявшемуся артисту выбирать проекты только из-за денег? Ведь кино у этого режиссера знакомого получилось хорошим, с крепким сценарием и получило несколько наградных в фестивалях. Думаю, каждый согласится, что реклама хоть и греет карман, но вызывает зрительское отторжение. Это жадность или просто бизнес? Но разве можно искусство приравнивать к бизнесу? И таких историй великое множество. Однокурсник Пореченкова, Константин Хабенский, несколько лет снимался в фильме «Русский треугольник» за сущие копейки. А фильм номинировался на Оскар и получился очень неплохим. Значит, есть среди наших звезд артисты, думающие не только о деньгах. Я специально привел в пример двух очень востребованных актеров. А сколько молодых звезд отказываются от прекрасных фильмов и сериалов из-за денег? Вот такая ситуация сейчас сложилась в отечественном шоу-бизнесе. Материал подготовлен порталом fb.ru. Скажите, может быть автор этих строк в чем-то не прав? Поэтому мы очень ждем ваших мнений в комментариях. Ставьте лайк, если статья вам понравилась и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые интересные выпуски. Субтитры создавал DimaTorzok